85 случаев коррупции зафиксировали в Новосибирске с начала этого года. Во взятках замечены 36 сотрудников силовых структур. Сегодня инспекторы ГАИ напомнили автомобилистам о наказании за попытку предложить деньги полицейскому и рассказали, что делать, если вознаграждение требует сотрудник при исполнении. Владимир Киселев расскажет подробнее. Что делать, если с вас требуют взятку? Накануне Международного дня борьбы с коррупцией сотрудники госавтоинспекции рассказали автомобилистам о том, как поступить, если у вас вымогают деньги. Прежде всего сообщить правоохранительные органы. Мы сегодня раздаем вот такие памятки населению, где полностью расписан алгоритм действий. Если с вас вымогают взятку, если предлагают взятку. И, естественно, номера горячей линии ГУВД Новосибирской области, где можно позвонить, получить всю информацию и оставить свои заявления. Рекомендаций немного. Важно вежливо вести себя в разговоре с вымогателем и получить как можно больше информации о способах передачи взятки, сумме, сроках и гарантиях. После этого обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. Были ли в вашей жизни факты сталкивания с коррупцией со стороны сотрудников Министерства нового и дел? Нет. Не было. А вы знаете, как поступить, если вдруг вы с этим столкнетесь? Если с меня начнут вымогать? Совершенно верно. Многие автомобилисты не знают, как действовать правильно. Однако все согласны – коррупция – это незаконно. Правительство проводит вот эту антикоррупционную всю схему. И всех ДПСников, я так понимаю, не только ДПСников, конечно, всех наказывают за это очень сильно. И простых людей тоже. И я знаю, что это все чревато очень какими-то непропорциональными суммами, сроками. Так что с этим лучше, по-моему, вообще не связываться. За 10 месяцев этого года зафиксировано 85 случаев коррупции. В 36 из них сами сотрудники правоохранительных органов брали взятки. 19 раз нарушители пытались подкупить полицейских в надежде избежать наказания. Задачу или получение взятки грозят серьезные штрафы и даже лишение свободы на срок до 15 лет. Владимир Киселев, Денис Савинский, Новосибирские новости. В жизни города подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова